Ас-саламу алейкум варахматаллах баракатах, уважаемые братья и сестры. С вами снова Беклербек Ногай. Недавно я взял интервью у историка Рамира Ишмухамбетова о том, нужно ли крымских татар переписывать в Ногае. И там с исторической точки зрения оказалось не все так однозначно. Посмотрите это интервью по ссылке в описании. Мы знаем, что часть Ногаев искусственно приписывали к другим народам, и этим частям наших Ногаев точно нужно возвращать идентичность их предков. Так поступили, к примеру, с ютовскими астраханскими Ногаями, и они в данный момент ведут активную деятельность по установлению исторической справедливости, о чем я неоднократно рассказывал на своем канале. А что же насчет Ногаев Букиевской Орды, которых сегодня называют Ногой казахами? Дело в том, что в современном Казахстане, в западно-казахстанской области, проживают потомки тех таркинских и султанаульских Ногаев, что попали туда из Оренбургской губернии в середине 18 века. То, что в 1740-х годах их перевели с территории Дагестана, сначала на территорию Астрахани, затем на территорию Оренбурга, и потом ночной порой в 1745-х годах бежали. Кого их? Их предков Ногаев Казах, порядка 150 человек. Бежало на территорию младшего жуза Хана Нурали. Позже, в начале 19 века, они приняли участие в формировании Букиевской Орды, или как ее еще называли, Внутренней Киргизской Орды. Все это время они еще считались ногаями. Но когда же их переписали в казахов, кто это сделал и с каким умыслом? В данном видео я постараюсь вам рассказать об этом. Причем я не буду говорить от себя и даже не буду цитировать ногайских историков или активистов. Нет. За основу своего материала я возьму работу авторитетного казахстанского следователя Айбулата Шамуратовича Курумбаева, который к тому же является директором фонда «Содействие научным исследованиям Западно-Казахстанской области». Работа Айбулата Шамуратовича, о которой я говорю, называется «Этнические группы Букиевской Орды». Она была опубликована не абы где, а в сборнике 8-й Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2006, проведенной Московским государственным университетом имени Ломоносова. В этом авторитетнейшем издании уважаемый Айбулат Курумбаев опубликовал свою научную статью от лица Западно-Казахстанского государственного университета имени Утимисова. Думаю, что ни у кого не осталось сомнений в авторитетности исследователя, его работы, а также площадке, на которой он ее опубликовал. Так что перейдем к сути. Итак, перечисляя этнические группы Букеевской Орды, уважаемый Айбулат Шамуратович останавливается на Ногаях и рассказывает об их демографии в этом государственном образовании. После перехода султана Букея на Самарскую сторону, он определяет каждому роду кочевия. В 1864 году в журнале «Эпоха номер 11», вышедшей в Петербурге под руководством Достоевского, печатается статья «Внутренняя или Букеевская Орда», где приводится количество семей и скота на 1801 год. Ногаев – 1095 семей. По документам 1851 года в Букеевской Орде было 1093 кибиток. В 1889 году их было уже около 2000 семей. По переписи 1926 года по Уральскому округу Таловский, Джанибековский, Урдинский, Азлирский районах было 5696 ногайских хозяйств. Конец цитаты. То есть мы с вами видим резкий демографический скачок Ногаев в Букеевской Орды. Далее автор концентрируется на причинах данного явления, подробнее останавливаясь на социальном положении Ногаев в Букеевском обществе. На увеличение числа Ногаев скорее всего повлияло то, что они занимали высокое положение, были в доверии у султанов и были включены в состав войска хана. Во время правления хана Жангира им выделяется земля около ханской ставки у близлежащих лиманов 1 миллион 800 тысяч десятин пастбищных и синокосных угодий. Об их высоком положении говорило и то, что Кояс Ногаев Шомбал Ниязов был одним из 12 биев, составлявших совет хана. Конец цитаты. Здесь Айбулат Шамуратович Курумбаев констатирует то, что Ногаев ходили в велиту Букеевской Орды и были основой его войска. Наконец мы подобрались к самой интересной части этой научной статьи, в которой рассказывается, когда и почему Ногаев Букеевской Орды переписали в казахи. Хан Жангир не захотел, чтобы они жили как отдельный этнос, поэтому в официальных документах нагайцы были включены в состав казахских родов и записывались, как Ногаев Казах. Причину этого мы видим в следующем. Жангир хотел увеличить число подданных и стал раздавать земли Ногаев. А по закону земли могут даваться только казахским родам. И он превратил Ногаев в один из казахских родов. Конец цитаты. То есть, вы понимаете, в чем была причина? Хан Жангир просто хотел больше земли. Именно по этой причине в официальных документах он стал записывать Ногаев не как отдельный народ, коим они являлись, а как казахский род. Опять же, повторяю для уточнения, что это не мои выдумки и не домыслы Ногаев. Это заявил авторитетный казахстанский исследователь, историк, директор фонда содействия научным исследованиям Западно-Казахстанской области Айбулат Шамуратович Курумбаев. Но может возникнуть вопрос, стали ли Ногаев и Букеевской орды казахами из-за этого поступка хана Жангира? Конечно, с годами часть их была ассимилирована и сегодня по досадному недоразумению считает себя частью казахского народа. Однако, в их среде всегда было большое число тех, кто никогда не забывал свою Ногайскую идентичность и всегда ее демонстрировал. Как, например, знаменитый казахстанский просветитель Гумар Караш, который с гордостью заявлял, что он Ногай. И сегодня мы поддерживаем связь со своими соплеменниками Букеевскими Ногаями, которые твердо демонстрируют свою Ногайскую идентичность. Да и сами казахи до конца и не приняли Ногая Букеевской орды в лоно своего народа. Еще в 1889 году русский исследователь Алексей Николаевич Харузин, побывавший в Букеевской орде в 1887 году, свидетельствовал, как бы то ни было, общий голос киргизов, то есть казахов, говорит, что Ногайцы пришельцы. Следовательно, они знают их не киргизское происхождение. Перебранки с Ногайцами киргизы им нередко говорят, да вы что, разве наши, ведь вы пришельцы. Конец цитаты. Удивительно, но то же самое от казахов до сих пор слышат даже те Букеевские Ногайи, которые по ошибке считают себя казахами. Итак, давайте подведем итог. Ногайи Букеевской орды были неправомерно переписаны в казахи Жангир ханом в середине 19 века, а значит, мы можем назвать этот процесс большим историческим недоразумением, которое мы можем и должны исправить. А наши настоящие братья казахи, которые не являются шовинистами, нам помогут в этом. В конце хочу обратиться к Букеевским Ногаям, которых еще называют Ногай казахами. Братья, вы не казахи, вы самые настоящие Ногаи. Знаете это и помните об этом. Субтитры создавал DimaTorzok